МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учащиеся в ДИТИСе имеют в силе 3-х права. Но участие в обсуждении и решении важнейших потоков деятельности ДИТИСа и его поведение, в том числе эти и сообщественные организации интервью. Театрический факультет ДИТИСа – это место, где ты можешь быть свободным. Он как раз утверждает, что на ваше обучение, на вашу специальность, это никак не повлияет. Он недавно в интервью переделал немножко грубое, поэтому мы уже немножко запутались. Он утверждает постоянно что-то новое. Например, всё-таки официально слияние происходит, то учебный план меняется? Нет. А у нас же... Это разные специальности. Но факультет-то уже театроведческий не существует, получается. А существует факультет театроведения и продюсерства. Или продюсерство театроведения. Это ничего не значит. Репрессий быть не может. Что такое? Да, ну как, если кто-то из преподавателей будет голосовать против, но я уже вам сказал, что в ДИТИСе нет традиции сводить счёты. Сегодня выпускник театроведческого факультета часто сталкивается с невыстремованностью или низкой оплатой его профессиональной деятельности и вынужден перепрофилироваться в кураторе театральных фестивалей или заниматься иной формой театрального менеджмента. Значение продюсера, оно возрастёт в непорядок. Да ещё там. Причём тут мы его. Проблема у них, а не у нас. Такое ощущение, что он с братом формирует. Я вообще-то в том, что он делает, действительно, есть некое ущемление наших прав. И наоборот, как бы продюсеры... Это не тело нашего разговора. Не тело, но это прекрасно совершенно. Я хочу, чтобы вы думали, что каким-то образом это отразится на вашем дипломе, на вашей специальности, на вашем учёбе. На самом деле нет. Дело в том, что очень неразмыто. Мы не можем с этим согласиться, к сожалению. Потому что с одной стороны нам говорят, что эта административная реформа нас ничего не меняет, а с другой стороны Григорий Анатольевич всё время говорит о кризисе науки, о том, что мы должны изучать какие-то другие дисциплины, соответственно, ущерб часам нашим. Вот эта вот встряска, она в итоге очень многих заставила задуматься и начать разговаривать на тему образовательных программ, учебных планов. «Меня зовут Даша, мне 22 года. К выпуску из школы я поняла, что моя дорога может лежать только в театральный вуз и, к своему счастью, обнаружила в ГИТИСе театроведческий факультет. Когда я пришла туда, я ещё не знала ни про квадратный арбуз Михаила Чехова, ни про то, что критик должен сделаться поэтом, но встретила в дверях первого человека Наталью Сергеевну Пивоварову. Сразу же осталась у неё на лекцию, и она влюбила меня в себя, влюбила меня в профессию. Учусь на первом курсе магистратуры и планирую продолжать свою жизнь в стенах этого факультета. Я не знаю, как объяснить, как бы она пройти. Он внизу подъяснился по коридору, на лево и на право. У меня зовут Настя Коцарь, я учусь на третьем курсе театроведческого факультета на курсе Натальи Сергеевны Пивоваровой. Мне очень нехорошо в этом месте. Это действительно то место, где тебя учат честности. Для театрального критика основное – это готовность смотреть на любое искусство с разных точек зрения. Да и вообще очень много других дел, связанных с ГИТИСом, и помимо объединения театроведческого факультета и продюсерского, при том, что я считаю, что это решение поможет выйти из кризиса театроведческого факультета, из очень глубокого и многолетнего кризиса, и взбодрит и оживит жизнь продюсерского факультета с учетом не то, что даже прошлого, а того будущего, которое предстоит. продюсерский факультет выбрал позицию в ожидании нейтралитета и невыражения своей позиции. Мы так упорно продолжаем работы студенческого совета, хотя это уже все закончили сегодня с официальной частью. Ладно, нам все равно есть дела, которые надо обсудить. Ну да, все равно. Опять же, да, я театральный критик, и когда я сюда пришел, то один из первых звонков я сделал Иосифа Леонидовича Рахильгауза, про которого я написал несколько лет назад в 30-й рецензии. Она его обидела. Я позвонил и попросил, чтобы вот это было забыто, что я пришел в дитя с ректором. И хотя он там обещал меня побить, там, что-то еще там и так далее, он эмоциональный очень человек, а я тоже. Но я считал, что если я пришел ректором, нужно вот эти все обиды забыть. И всем тем режиссерам, про которых я писал, наверное, что-то в разные годы, нелицеприятные, я всем сказал примерно такие же слова. Чтобы вот эти старые какие-то счеты не мешали нашей работе здесь. Потому что мы все любим ГИТИС. Меня зовут Катя, я учусь на третьем курсе театровического факультета. Для меня ГИТИС – это место, в котором можно быть честным. Наверное, самое ценное – это оставаться честным по отношению к себе. Потому что даже мы в этой ситуации, довольно, наверное, неприятной, мы все равно учимся слышать друг друга, как-то внимать чужое мнение. У нас каша – 5 рублей. А, все, 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 не буду мешать никому. Ну, давайте, да, общий свет так-то сделаем. Мне еще, знаете, нужно вот туда, вот туда, туда, вот туда. Меня зовут Гульнара Искакова, мне 28 лет. И я учусь на театровическом факультете на втором курсе магистратуры. Ну, я из Омска, из Западной Сибири. И, если честно, когда я попала на театровический, я впервые увидела, пожалуй, ну, такое место, и такое обучение, и такое общение с педагогами, такой уровень образования, который, мне казалось, не существует. Я когда-то мечтала быть преподавателем, ну, как бы, я поэтому и пошла в магистратуру, потому что я хотела пойти потом в аспирантуру, и, как бы, остаться в ГИТИСе и преподавать. Но сейчас, как бы, все больше для меня звоночков о том, что, наверное, это невозможно. Да, это уголовно используется. Ну, да, вот на центральной, там, где стоит студия. Да, в связи. Вы молчите. Хорошо. Знаете, Генрих Гейна сказал однажды, что в интересах дела я готов вступить в разговор или в диалог, или в отношения с чертом и даже с его бабушкой. Я считаю, что ради мира на земле, ради мира в ГИТИСе нужно делать все. Но, понимаете, повторяю еще раз, будучи абсолютно уверенным в стратегической правоте предложенного мною объединения, я готов согласиться с тем, что, может быть, я это сделал раньше, чем нужно. Ведь очень важно, чтобы переменно к ним были готовы люди, да, чтобы они восприняли их как счастье. Нельзя же людей палками и, вообще, насилием каким-то загонять в лучшее будущее. Я еще надеюсь убедить в том, что это правильное решение, и оно нужно и театроведам, и продюсерам. Польза будет и для тех, и для других. В ГИТИСе нет традиции сводить счеты. Когда происходит разрушение или попытка разрушения, или неизвестно что, потому что все-таки объединение факультетов это непонятная история, может быть, ректор не хотел ничего плохого, но так как мы не видим программы объединения, не понимаем ее мотивов, то мы даже не можем адекватно представить. Сейчас это представляется чем-то ужасным и страшным, и этого не хочется. Я так чувствую, что, наверное, я не смогу остаться, если так случится. Потому что просто я не буду чувствовать в себе внутренних сил для того, чтобы бороться за... не бороться, а просто быть театроведом, заниматься театральной наукой, если это будет какой-то там объединенный факультет с непонятными целями, задачами и непонятным составом преподавателей. Как бы нет. Я думаю, нет. Наша задача сейчас сформировать письмо с нашими предложениями, которое в каком-либо виде, оно дойдет до ученого совета, и, ну, я думаю, его зачитают. Я не знаю, на чьи имя его отправлять, но в любом случае, как бы письмо они рассмотрят, и это и будет наш голос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!